Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Так хочется чудес. Это нормально или опасно? Постараемся ответить с точки зрения Священного Писания. Первая, припоминающаяся мне цитата, звучит следующим образом. Это прямая цитата слов Спасителя. «Но Он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Знаете, да, что за знамение? Как Иона пробыл три дня и три ночи в очереве большой-большой рыбы, так и Господь три дня пробыл в недрах земли. Дальше. Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блажены невидевшие и уверовавшие». Насколько помню, говорит он это Нафанайлу под Смоковницей. Евангелие от Марка, «Для чего род сей требует знамени? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамени». Евангелие от Марка, опять же, слова Спасителя о грядущих временах, о наших с вами временах, о тех временах, которые застанут наши внуки-правнуки или прапраправнуки. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Видите, как Новый Завет смотрит на чудеса, на знамени. Что такое знамени? Это что-то поражающее воображение явления, что-то совершенно необыкновенное, нарушающее законы природы, физики и здравого смысла, но при этом впечатляющее тебя, и которое совершенно не связано с нравственным перерождением человека, того, кто является объектом этого чуда или знамени. А ведь Господь не совершал ни одного чуда, если это не было безоговорочно связано с морально-нравственным преображением того человека, на глазах которого это происходит, или с которым происходит это чудо. Притом предполагается хотя бы потенциал возможности преображения этого человека. Он может не успеть преобразиться, может быть, ему жить останется недолго, но Господь принимает и намерения. Есть и такие ситуации, в том числе и на страницах Нового Завета. Поэтому сколько Господа не просили совершить какой-то фокус, никогда не совершал, даже когда речь шла о сохранении его жизни. «Садись со Христа, и мы поверуем, уверуем, что ты и есть Христос». То есть не фамилию его называли. «Христос» — это не фамилия, его мессианское достоинство. Мы поверим, что ты — мессия. Садись со Христа. Иродантипа как просил совершить чудо спасителям, к которому Понти Пилат направил Иисуса Христа для совершения суда над ним. Но тот ничего не совершил. И в родном городе никаких чудес не совершил. По неверию их. Только тогда их совершал, когда это могло перебразить человека. «Иди вперед и не греши. Иди в страну Годаринскую и поведай, что сказал тебе Господь». Девять очистилось, а десятый где? Бывали такие истории интересные. Поэтому надо с огромной осторожностью относиться ко всем современным чудесам, которые якобы свидетельствуют тебе о том, что наша вера славная, вера православная, а все другие веры ложные, потому что там нет чудес. Потому что если вдруг окажется, что чудо — это рукотворное, или даже бесовское, ведь мы знаем, что и бесы могут такие чудеса совершать по какому-то неведомому нам попущению Божьему, то что останется от твоей веры? Ничего. Камня на камне. И Господь по свидетельству святых отцов потому не совершал таких знамений, потому что вера, основанная на чудесах, она слабая. И для своего укрепления и подтверждения требует все новых и новых, более мощных и более впечатляющих чудес. Слушай, ну ладно, вот поднялся на пять метров от земли, а поднимись на десять, поднимись на сто, поднимись в космос, что вот гору передвинул, передвинь материк, сами фарисеи, как говорили, видя настоящие чудеса Спасителя, Саддукеи, это он силой бесовской совершает. Они даже напросились на гневную и грозную обличительную речь Спасителя. Если уже сам князь Бесовский изгоняет бесов силу своей, ну тогда уже действительно разделилось царство его. Поэтому будь аккуратны с чудесами. Действительно есть настоящие удивительные чудеса. Мироточение икон, и схождение огня, и исцеление, и прозрение, и такие небольшие бытовые чудеса, которые мы с вами склонны не замечать, но из которых состоит наша жизнь. Они есть. Но если будем на них строить свою веру, то она очень скоро может разрушиться. Очень быстро. Она не крепкая. А на чем же строить веру? На Евангелии, на Евхаристии, на личном опыте Богообщения, то есть на молитве, на личном разговоре с Господом Богом. Даже не словами молитв древних отцов, а своими собственными. И вот этот личный опыт Богообщения не сможет быть низвергнут никакими изобличениями древних или современных чудес. Ну и последнее. Мы как-то падки на чудеса. И стоит какому-нибудь атеисту или просто, ну, чтобы посмеяться, или какому-то излишне экзальтированному православному христианину начать кричать «Чудо! Чудо!» начинаются рассылки по Ватсапу, по Вайберу, во всех соцсетях. Смотрите, там «Ангелы над Почаевым», смотрите «Богородицы над Афоном», смотрите «Крест» еще где-то там над каким-то храмом. Вот наша вера настоящая. Бог явился на моего плоти, наконец-то себя явил. А вот на фотографии, смотрите, свет, вот «Отгонь над чашей» в Харистии и так далее. И часто пересылаемые сообщения у тебя появляются в Ватсапе с сотнями, и какой-нибудь пранкер ухахатывается в виде, как завирусилось его фотошопное видео или картинка в среде одураченных, наивных, легковерных православных. Вот такой легковерности, своей, просто свою веру хулим. Даже когда по-чаевски монахи говорят «Да это из котельни соседней дым летит в сторону колокольни, никакие это не ангелы», народ возмущается. Допустим, он это лично скажет, что «Неужели не видно, что это ангелы?» Ну, как бы не видно на самом деле. Это твоему воображению разгоряченному видно, а на самом деле нет там никаких ангелов. И когда опровергаешь подобные чудеса, в кавычках тебе пишут, «Зачем вы лишаете нас утешения?» Мне так было хорошо, я так плакал, мне так было радостно на душе, что вот духовный мир, он реален, вот ангелы стекаются на всенышную бденью в колокольне. Ладно, пусть будет в колокольне всенышное бденье. Зачем вы рушите наши представления о вере? Ну, очень грустно, на самом деле, что многие из нас думают, что вера наша истинная, потому что чудеса существуют в православной церкви, потому что единственное чудо, которое должно нас удостоверять в истинности нашей веры, это чудо приложения хлеба и вина в кровь и тело Христова на литургии. Это чудо преображения нашей жизни после того, как ее коснулся Господь. Был негодяем, а стал таким замечательным человеком, что обнимешь тебя и согреешься. Вот это настоящее чудо. И призываю вас видеть небольшие маленькие чудеса в повседневности. И не забывайте молиться о том, чтобы Господь не знамение тебе показал, а научил тебя оправданием своим, как и однократно говорится в 118-м салме. То есть дал нам силы почитать Писание, почитать толкование на Него, узнать законы и заповеди Его, исполняя которые, мы стали бы наследниками вечной жизни и всей жизни, были бы и счастливы, и благополучны, без всяких поражающих наше воображение чудес. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Игорь Негода,